Генеральный спонсор тележурнала Страна Советов Стоматологическая клиника Центродент Клиника Центродент Полный спектр стоматологических услуг Ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней Клиника Центродент, улица Калужская, 3038 Запись по телефону 95-77-03 Всем привет! Меня зовут Оля Миланович и это глянцевый тележурнал Страна Советов На дворе осень и наверное большинство из вас успели столкнуться с этим ужасным состоянием Когда все лень Вообще лень присуща всем и даже мне Однако порой от этого становится жутко обидно Ведь именно она нещадно строит бетонные стены на пути к нашим целям На ум сразу приходит известный лозунг Хватит это терпеть И наши корреспонденты изрядно постарались, чтобы сегодня дать вам ответ на главный вопрос Как побороть лень? Тема нашего сегодняшнего эфира Все внимание на экран Только глупые девушки следят за своим мужчиной Умные следят за собой Реалити-шоу «Большая перемена» продолжается Отправляемся в театр и боремся с ленью по методу Грандхольма Эксклюзивное интервью с Петром Дранго Подберем идеальный свадебный образ для каждого типа внешности Не ленитесь готовить Быстрые и полезные рецепты в рубрике «5 минут от шефа» Идем в кино, выбор нашего глянца Полюбуемся фотографиями следующей девушки номера Никакие способы борьбы с ленью не могут работать нормально Если не сделаны основные фундаментальные вещи Это зарядка и контрастный душ после сна Потратив на зарядку 30 минут, ты добавишь к своей жизни полтора часа ежедневно А за это время можно неплохо отдохнуть или заработать дополнительные деньги Кстати, тратить их тоже нужно с умом Например, в салоне красоты Куда мы прямо сейчас и отправимся для создания нового образа Поехали! Всем привет! С вами снова Андрей Волконский Мы продолжаем свою нелегкую миссию по изменению имиджа нашей героинь Сегодня в Большое перемене вас ожидает очередное перевоплощение Сандра Игнатченко, 51 год, работает торговым представителем Всегда мечтала попасть в руки профессионалам и подчеркнуть свою естественную красоту Чем сегодня и займется наша постоянная команда Елена Спиркина, парикмахер, колорист, технолог, эксперт итальянской косметики Формавита Елена Петренко, виртуозный визажист Наши героини, которые снимали с Большой перемене, участвовали в съемках Готовы были ко всему? Насколько вы готовы ко всему? Я готова поменяться кардинально Прошу Пришло время приступить к работе над новым образом Сандры Но есть одно но Увидеть готовый результат наша героиня сможет только в самом конце программы Поэтому мы и отворачиваем ее от зеркала Приступаем к первому этапу нашей перемены – окрашивания За основу мы взяли качественную профессиональную краску для волос от компании Формавита Затем питаем волосы бальзамом и наносим питательную маску Насыщенный цвет и здоровый вид – это первое, что мы увидим после завершения процедур С окрашиванием волос я закончила Изменение цвета кардинальное Теперь я приступаю к стрижке Для того, чтобы в дальнейшем за волосами ухаживать было очень просто Используем французскую технологию стрижки бритвой Она значительно экономит время и дает возможность приобрести необходимый объем Теперь наносим фиксатор в виде пенки и укладываем волосы с помощью фена Пришло время приступить к макияжу Поможет нам в этом визажист Елена Петренко Кардинальная смена цвета волос предусматривает изменение стиля в одежде и макияже Сегодня я хочу предложить нашей героине классические бежево-коричневые цвета Выполнение макияжа подошло к концу Наша героиня уже готова увидеть себя после большой перемены Да, из блондинки в рыжую Это, конечно, кардинально и смело, и здорово Я себя не представляла рыжей вообще Все время блондинка Но необычно, здорово Я себе нравлюсь очень Спасибо большое Шла на этот проект, и, в общем-то, я предполагала, что меня изменят кардинально Но из блондинки в рыжий цвет Это, конечно, очень кардинально, смело Но мне очень нравится Хочешь стать участником проекта «Большая перемена»? Присылай заявки на электронный адрес Волконский Андрей Собака Mail.ru Смотри в следующей «Большой перемене» Культурное развитие Вот еще один отличный способ избавиться от лени Очередная премьера в драматическом театре Обещает удивить даже самого искушенного зрителя «Метод Гленхельма» Это психологический триллер, который с успехом играет в театрах всего мира А благодаря петербургскому режиссеру этот спектакль увидят и Калининградцы Все внимание на экран За этим круглым столом собрались особо заинтересованные люди Их задача понравиться руководству и избавиться от потенциального конкурента Актуальная пьеса взята из сегодняшних дней О желании людей устроиться поудобней и заработать побольше И об изощренности работодателя О жестоких конкурсах, испытаниях и проверках Это история о том, как набирают на работу топ-менеджеров И разные с этим связанные приключения ждут наших героев Но главное, что там человеческие отношения заложены между этими людьми Они скрываются «Метод Гленхельма» – это психологический триллер Который с успехом играют актеры драматического театра во всем мире Еще одно преимущество спектакля в том, что за него взялся талантливый режиссер из Санкт-Петербурга Режиссер талантливый, режиссер, который докапывается до мелочей Что сейчас очень мало в режиссуре А то, чтобы хотелось, с актером возились, понимаете, работали подробно Он замечает всякие тонкости, всякие мелочи, подмечает и пытается добиться исполнения от артиста Вот это очень ценно Не зная, какой будет результат, каков и как будет воспринимать наш калининградский зритель Материал очень непростой Изюм вообще любого спектакла Спектакль – это артисты, которые играют роли Если им удается зацепиться за правду своих персонажей Тогда спектакль становится очень интересным Два месяца репетиций, несложные декорации и четыре актера Два с половиной часа без антракта будут держать в напряжении всех любителей психологической драмы Заслуженному артисту Николаю Захарову не только как актеру, но и как режиссеру С таким персонажем пришлось столкнуться впервые Мой персонаж – психолог Устраивает массу испытаний Вот для настоящего кандидата Все на обмане построено, на провокации построено Все время провоцирует Как и остальные психологи тоже участвуют в этой общей провокации И когда человек, то есть они хотят его размазать от крови, а он не сдается Это последний прогон и уже 19 октября «Метод Грандхольма» станет постоянным спектаклем в репертуаре драматического театра Популярный аккордеонист Петр Дранго со своей новой программой «Крик» посетил город И заодно заскочил в нашу редакцию Денис Саландин пообщался с артистом и, как всегда, задал самые каверзные вопросы Специальный раздел «Модные персоны» смотрите прямо сейчас Всем привет! В эфире «Модные персоны» на Первом городском Меня зовут Денис Саландин и сегодня у нас в гостях Петр Дранго Привет! Привет! Рассказывай, как добрался к нам? Были какие-то неприятности с перелетом? Были приятности в основном, у вас очень тепло, хорошо, я так понимаю, мы вам привезли хорошее солнышко, погода интересная Рассказывай, что понравилось в Калининграде, что, может быть, уже есть какая-то достопримечательность, которая нравится, потому что, ну, в марте ты был недавно Да, ну, я вообще был еще 4 года назад, и мне очень-очень понравилось то место, где Багела Эммануила Канта, философа И вот мы там вокруг погуляли, посмотрели этот ров, я помню, что недалеко где-то старый город, я тоже там был Конечно, у вас город потрясающе красивый, это правда У тебя есть свободное время? Часто такое случается? И ленивый ты сам по себе человек? Не, ну, не ленивый, наверное, не ленивый, я бы себя не назвал ленивым, скорее всего, назвал бы трудоголиком Потому что я заниматься привык с маленьких лет, и даже сейчас я, ну, я просто, знаете, люди делятся на разных Некоторые так себя ведут, а некоторые все равно, там, даже когда тебе делать нечего, ты себе находишь дело, занятие Вот я отношусь к тем людям, которые даже когда делать нечего, я себе нахожу занятие, я все равно чем-то занимаюсь Я еще знаю, если это правда, что аккордеоны любишь определенные марки, и у тебя нескольких, шесть, по-моему, да? Бугари Армандо, Бугари Армандо, это потрясающая итальянская марка, это ручная работа, инструменты, они считаются сегодня лучшие Вообще во всем мире, их делают руками, их делают на заказ Программа у нас модная, ты молодой модный парень, рассказывай, что за одежда, где предпочитаешь покупать, сколько стоит? Ну, все так просто, это куртка, ГЕС, я думаю, она стоит, наверное, долларов двести Вот это вот, я не помню, это магазин Дизель, скорее всего Стоимость? Не помню, честное слово, не помню По-моему, это Прада и кроссовки Пум Вам желаю хорошего настроения, девчата, берегите себя, ребята, берегите девчат, будьте модными, живите модно и легко Всего вам хорошего, с вами был Петр Дранго А вот рекламу на Фермгородском еще никто не отменял Все, внимание на экран Подберем идеальный свадебный образ для каждого типа внешности Не ленитесь готовить, быстрые и полезные рецепты в рубрике 5 минут от шефа Идем в кино, выбор нашего глянца Полюбуемся фотографиями следующей девушки номера Уход за собой дело хлопотное, но зато если не лениться, то результаты преображения станут заметны достаточно быстро Стоит ли говорить, что это особенно важно, если у вас на носу самое прекрасное событие в жизни Долгожданная свадьба Давайте не будем терять ни минуты, и в помощь вам советы наших профессионалов Долгожданная свадьба 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 нашего города. Приготовьтесь записывать наши простые и вкусные рецепты. Смотрите и учитесь. В кулинарной книге страны советов много вкусных и простых рецептов. Представляем вашему вниманию оливье по-французски от шеф-повара кафе Визави. Для приготовления оригинального и вкусного салата нам понадобятся следующие продукты. Куриное филе, яйцо, креветки, картофель, лук, огурец, яблоко, морковь, майонез, свежий горошек, консервированный огурец, зелень. Для того, чтобы приготовление было легким и доставляло удовольствие, лучше всего ингредиенты подготовить заранее. Отвариваем до полной готовности привычные овощи и нарезаем кубиками. Для оливье по-французски лучше брать филе курицы. Салат получится более нежным. Подкластить овощи лучше половинкой очищенного яблока и свежезамороженным горошком. Берем большое блюдо и соединяем все составляющие салата. Добавляем майонез и перемешиваем. Прежде чем поставить на стол, выкладываем салат на красивую тарелку. Украшаем зеленью, горошком и креветками. Приятного аппетита! После такого ужина я предлагаю вновь побороть свою лень и прогуляться до кинотеатра. Тем более, только там все самое новое и интересное. Специально для вас интервью с Артем Рыжковым и самый подробный рассказ о предстоящих кинопремьерах. Всем привет! Меня зовут Артем Рыжков. Я программный директор фестиваля кино страны Европейского Союза. И сегодня я немножко попытаюсь подробнее рассказать о фестивале, который начинается уже в эту пятницу, 18 октября. Добрый день! Вы не позволите мне принять ванну? Во-первых, это фильм «Открытие». Это фильм, который очень сильно нашумел на Каннском кинофестивале. Он называется «Возмутитель спокойствия». И его снял голландский режиссер Алекс Ван Ван Миртам. Обещаете никому не показываться? Фильм действительно возмущает спокойствие всех, особенно богатых людей. Вот я думаю, что бабочки будут наперекосяк и платья тоже, ну, будут несколько помяты после просмотра. Надеюсь, что все досмотрят до конца, не примут на свой счет, поскольку это все-таки такая сюрреалистическая комедия, притча, драма, ну, все на свете. В этот раз у нас есть замечательный шанс посмотреть фильм, который латыши выдвинули в этом году на премию «Оскар». Они по праву им гордятся, потому что картина очень хорошая. Фильм рассказывает о большом успехе латышей в 1935 году, когда они совершенно неожиданно выиграли первый в Европе чемпионат Европы по баскетболу. «Ведьмы из Сугарамурди». И это испанский фильм режиссера Алекса Де Иглесия. И это настоящий большой испанский визионер, ну, который можно сравнить, ну, не знаю, с Гильермо Дель Торо. Но это только третий день фестиваля, а впереди еще две недели. Фильм «Закрытие» будет показан 3 ноября, поэтому приходите в кинотеатр «Заря», смотрите фильмы. Уверен, что вас ждет много всего интересного. Ну, а напоследок, как всегда, полюбуемся фотографиями девушки номера. Редактор субтитров А.Семкин Только немногие из нас понимают определение слова «лень». Человек не может без работы, а вместо нормальной работы мы предлагаем своему организму расслабиться. Например, поболтать в соцсетях или поиграть в онлайн-игры. Поэтому выбор только за вами. Либо вы сидите на одном месте, либо зарабатываете за это время лишнюю сотню баксов. Становитесь успешнее вместе с глянцевым тележурналом «Страна советов». Ну, а меня зовут Оля Миланович. Увидимся ровно через неделю. В это же время на этом же месте. Генеральный спонсор тележурнала «Страна советов» Стоматологическая клиника «Центродент». Клиника «Центродент». Полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центродент». Улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95-77-03. Продолжение следует.